Привет, YouTube, привет, комьюнити. Сегодня у нас Бекер Титан, или Бекер Плюс Титан, как больше нравится. Создали 440С, ножик довольно интересный, очень популярный, считается, как бы, можно сказать, официальным крысокиллером. Нож у меня довольно давно, на канат, только сейчас руки дошли. В принципе, режет, но традиционная для Бекера гномозоточка, если сказать. Соль в том, что если мне не сжимает память твой эпицентр, я вроде как точил перед канатом, потому что он вообще в него влезать не хотел, и... А зоточка представляла себя достаточно печальной зрелищей. Этот нож не ломик, он на вид, я не мерил пока, довольно тонко сведен. Ну, в общем, представляете себе такой компактный резачек. И поэтому я решил, что я не буду заточить, как будет, так будет. В конце концов, как бы, интересно же понять уровень заточки других компаний, заводов, в том числе. Что такое ста 440С в хорошей термообработке, мы все прекрасно знаем, были тесты. 111-го со ста 440С был ранд, со ста 440С, то есть там все неплохо. Чувак здесь, сейчас посмотрим. 111-й был уничтоженый, ранд был за заводской заточкой. Чувак, поехали. 18 мм, джутовый канат, тросовые свивки. Привет. Охрененно. Вот такая заточка на бекере плюс. Вот что с этим делать. Вот такой вот он у нас из коробочки. Смотри, что перестал резать. Обалдеть. Нормально, да? А, вот. Ну, вот это вот. Знаете, я, наверное, я даже не знаю, что мне вот здесь делать. То есть я его, конечно, могу переточить и проверить, но по большому счету его в магазин вернуть, ну, это понятно, что невозможно в моем случае, но вот настолько говна я не видел даже, я не видел ни разу вообще никогда. То есть это даже на Зине было лучше. То есть у меня была 561-я Зина на заточке. Там был полный звездец в плане подводов. То есть были они очень страшные, такие волны, но хоть как-то пытался отрезать. Еще раз покажу, просто чтобы было понятно. Ну, понимаете, что это, да? То есть это просто слов нет, на самом деле. Ну, что я буду делать? Ну, скорее всего, наверное, буду перетачивать, делать обзор, тестировать я это уже не буду. Сделаю обзор по визуально-внешнему виду и, наверное, поедет на барахолку. Вот это, ну, вот что-то называется, век живи, век учись. Не думал, что Бекер меня так сможет удивить. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.